Во имя Отца и Сына, и Господь. Ночь прошла, говорит апостол, и день приблизился. Итак, отложите всякую похоть, всякую нечистоту, и начните трудиться для Бога. И Господь говорит в Евангелии, что где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Не собирайте себе сокровищ на земле, потому что они временны. И тление разрушает их, и воры крадут. Собирайте себе сокровища на небесах, где ни тление, ни истрит их, и воры не украдут. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Сердце наше всегда привязано к нашим сокровищам. Оно заботится их, печалится о них. Поэтому так важно, чтобы человек выбрал для себя то сокровище, которому подарит свою душу. И что даст человек в обмен на душу свою? И Господь обращается к нам с этими словами, приглашая нас начать подвиг. Подвиг собирать сокровища нашей души, для того, чтобы мы пришли в Царство Божие не нищими, а с богатым преданным. Что же это за сокровища, которые Господь заповедует нам собирать для неба и вечной жизни? Прежде всего, братья, это душевный мир, примирение со всеми и с Богом, и с людьми. Это начало духовной жизни. И начинается это примирение с того, чтобы нам простить друг друга и попросить прощения друг у друга. Для того, чтобы это сделать, необходимо духовное мужество. Не так просто попросить прощения. Это легко бывает тогда, когда мы огорчаем людей незначительными обидами. Наступили кого-нибудь на ногу, задели нечаянно плечом. Сколько раз нам приходится слышать извинения благовоспитанных людей, когда они нас случайно задели. Совсем другое дело. Когда нам приходится прощать великую и значительную вину. Когда обижают нас люди, для которых мы многим жертвовали. Когда бывало, что приходилось выбирать их благо вместо своего собственного. И вот тогда обида становится нестерпимо болезненной. И вот это все простить, забыть, изгладить и вернуть человеку свое доверие. Вот для этого необходима великая душа. Это так и называется человеческим словом великодушие. С одной стороны, для того, чтобы попросить прощения, необходимо мужество. Необходимо смириться, признать себя виновным и сказать прости. А с другой стороны, необходимо иметь мужество для того, чтобы простить. Для этого нужна большая духовная сила. Ведь мало сказать и себе, и другому, что я прощаю его. Это вина в сердце, как заноза. И эту занозу необходимо удалить. И в этом удалении занозы заинтересован я больше, чем тот, кому я прощаю. Потому что чувство обиды, как ржавчина железа, разъедает душу. Обида перерастает в ненависть. И словесное прощение, сказать «я прощаю тебя», к сожалению, гораздо проще принести, чем прощение внутреннее. Когда человеку возвращаешь свое доверие. Вот, братья, в чем заключается подвиг примирения, необходимый для того, чтобы войти с примиренным сердцем в Великий Господь. Мы собираемся попросить у Бога прощения. Прощение наших грехов, и вольных, и невольных, которые в изобилии совершаем в течение каждого дня. И вот Господь говорит нам слова, которые необходимо сохранить в своей совести. «Если отпускаете братьям своим согрешение их, Отец ваш Небесный отпустит вам согрешение ваше. А если не отпускаете братьям согрешение их, и Отец ваш Небесный не отпустит вам согрешение ваше». То есть все наши усилия и подвиги, все останется в суе. Бог не простит нам в ответ на наше покаяние наши грехи, если мы сами не умеем прощать. С примирения с человеком, с примирения с ближним, начинается наше примирение с Богом. И вот этот внутренний мир – это и есть сокровище, которое нам заповедано стяжать, для того, чтобы свое сердце внести в дар Богу. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Аминь.